Доброго дня! 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 Все солнечные крема, их нельзя покупать на год или на два, как некоторые с того сезона осталось. Достану, да? Да, достану и буду им пользоваться. Нет, эти уже СПФ не будут работать, не будут вашу кожу защищать, а может быть только даже хуже. То есть в основном все солнцезащитные средства, они действуют полгода с момента открытия. И не забываем, что летом это у нас солнцезащитный фильтр примерно 30-45. Да, если не выше. Да, можно и больше, если кожа более чувствительная, больше она к светлому типу относится. То можно уже пользоваться и более сильной защитой. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, может быть у вас что-то случилось, какая-то проблема есть, наш специалист, косметолог Татьяна Храмова поможет ответить на ваши вопросы. Задавайте, не стесняйтесь, получить консультацию всегда нужно и полезно. Не только в эфире нашей программы, но и просто записавшись на прием. И я думаю, что отдохнуть с какими-то процедурками, освежить лицо, напитать его чем-то очень полезным и нужным хорошо будет. Так что давайте, дерзайте, задавайте вопросы. Ну а у меня розыгрыш, розыгрыш пригласительных билетов на концерт группы Би-2 в Максимилинсе. Прямо сейчас мы будем это разыгрывать. Вопрос мой звучит по творчеству группы Би-2. И поэтому сейчас самые-самые фанаты напряглись. Друзья, вопрос, внимание. В каком же из перечисленных фильмов не звучала композиция «Полковнику никто не пишет» в исполнении группы Би-2? И три варианта ответов. Это «Брат-2», это «Война» или это «Сестры». Звоните. В каком же фильме не звучала песня «Полковнику никто не пишет»? В двух точно звучало. Что это за фильмы? Я думаю, вы, если смотрели, то сможете нам правильно ответить. Ждем ваших звонков. 202-11-22. Ну, вот на самом деле получается, что этим занимаются только женщины. Мужчины, мне кажется, вообще думают о солнышке, о том, что это вредно, о том, что как-то они отправляются на рыбалки, на какие-то там поездки, катера, яхты и так далее. Приезжают все красные. Да, совершенно верно. Поэтому это первая задача жен, дочерей, подруг, чтобы напомнить своим любимым мужчинам, что все-таки кожу нужно защищать. Вне зависимости, мужская это кожа, женская. И не забывать, конечно, про деток, потому что очень страшно смотреть, когда детки в полещее солнце бегают по пляжу, абсолютно незащищенные, голышком. То есть это, конечно, нужно на это родителям тоже обращать внимание, что для деток солнцезащита – это очень важно. У нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. 202-11-22. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Юля. Очень приятно. Юля, вы пользуетесь какими-нибудь защитными средствами во время отдыха летнего? Что может быть всегда есть в вашей косметичке? Да, я всегда использую солнцезащитные крема с достаточно высокой использовательной защитой. И вообще стараюсь наблюдать какие-то часы, когда можно пребывать на станции, когда нельзя. Сознательно. Вот. Стараюсь беречь кожу. Ну, смотрите, мы сегодня разыгрываем билеты на Би-2. Я думаю, что с большим удовольствием вы сходите, развеетесь и повеселитесь. В каком же фильме, как вы думаете, не звучала композиция «Полковнику никто не пишет»? Я думаю, что в войне. Да, это действительно так, режиссер Булабанов. Там звучали другие песни группы Би-2, «Волки», «Феллини». Но «Полковнику никто не пишет» можно услышать в «Братья-2» и в «Сестрах». Спасибо большое. Здорово, я за вас очень рада. Ну что, вот мы, получается, загораем морской водой, так же, кроме солнышка. Ведь еще морская вода, она вредна для кожи, так же? Или все-таки полезна? Морская вода, она, безусловно, полезна вместе с солнышком. То есть это очень такие правильные и приятные процедуры. Самое главное, опять же, умеренность. И летом мы говорим не только о защите нашей кожи, нашего лица от солнца, но и также мы не должны забывать про уходы. Летом очень любят загорать, перезагорать, ездить на моря. Там, конечно, у нас и соленая вода, и уже мы не так сильно следим за солнечными часами, когда мы находимся на пляже, на морском. Поэтому по возвращении всем клиентам тоже рекомендую пройти дополнительную диагностику, потому что у кого-то кожа может быть с высыпаниями после морской воды, у кого-то кожа может шелушиться, быть достаточно сухой, стянутой. В таких случаях я бы рекомендовала больше увлажняющих уходов, чтобы нам восстановить влажность кожи, чтобы ее тонус, сияние, оно также у нас сохранялось. Также летом сейчас очень актуально, что среди молодежи, что даже среди возрастной категории граждан. Летом у нас больше засоряются поры. То есть много людей обращаются, это и черные точки, и пыльность на лице, такая грязь. Вот в этом нам, конечно, поможет ультразвуковая чистка. Это процедура абсолютно безболезненная, можно даже сказать приятная, спокойная. Некоторые под ней засыпают, но кожа у нас очень хорошо очищается от как раз жары, от грязи, от сальных пробочек, которые у нас образуются в порах, и начинает дышать. То есть кожа получает у нас второе дыхание. Звучит завораживающе. Для тех, кто еще не пробовал эту процедуру, друзья, задумайтесь. Но у меня такой вопрос, чисто девочкин, как говорится. Жарко, понятно, мы выходим на улицу из кондиционера в жару и наоборот, и кожа реагирует тоже по-разному. И вот у меня такой вопрос, например, как подобрать это увлажняющее средство для себя, чтобы, допустим, когда все-таки человек потеет, и кожа в том числе от этого страдает, не было вот этого раздражения, высыпания, чрезмерного, может быть, переувлажнения или слишком жирное какое-то средство. Вот как тут выбрать? Да, конечно, летом мы, конечно, не выбираем уже питательные крема, не выбираем плотные крема по своей текстуре, которые больше нам подходят для зимнего времени года. То есть это флюиды какие-то должны быть тоненькие? Да, это легкие, возможно, это гели. То есть у кого кожа жирная и склонна к жирности, это, безусловно, гели. То есть формула очень легкая геля, и она сразу проникает. Она дает увлажнение, дает защиту, но не дает никакой тяжести и дополнительной сальности на лице. У кого кожа все-таки более сухая, кожа более такая тонкая, мы подбираем крема на уже более легкой летней текстуре, такие на уровне вот флюидов. Ну и, конечно, многие, кто отправляется на какие-то курорты и так далее, вот возник у меня такой вопрос, грязи все валяются, что-то там на себя наносят. Как косметологи к этому относятся? И как правильно, может быть, это делать? Есть какой-то совет или, может быть, личный опыт? Опять же, во всем нужна умеренность. То есть намажется с ног до головы и ходит очень долго. Есть показания, потому что очень часто у кого-то бывают проблемы со щитовидной железой или сердцем. Там есть определенные показания. Поэтому если грамотно к этому вопросу подходить, при оформлении путевок куда-либо проходит диагностику у врача, у терапевта, чтобы точно уже знать, не повлияет ли эта грязь на какие-то, например, эндокринные процессы в организме. Но это если мы говорим о курортах. А это вот есть такие водоемы в каких-то южных городах, и не только, когда люди просто приезжают, намазываются с ног до головы и ходят там, фотографируют и так далее. Вот можно ли наносить такие природные грязи, например, на кожу? Не вредно ли? Ведь там тоже люди купаются, залезают в нее. Вот как это грамотно сделать? Ну, это, конечно, да, очень индивидуально. Самое главное – это умеренность во всем. То есть один разочек нанесли, побаловали себя, почувствовали, что грязь на них подействовала. Ну, я думаю, этим ограничиться. Самое главное – не забывать брать с собой обязательно солнцезащитное средство и какое-то средство увлажняющее. Потому что если мы, например, не избежим солнечного ожога, то, конечно, сразу нужно кожу обработать и увлажнить. Ну, и такой тоже вопрос интересный. Всяческие масочки из огурчиков, клубнички и так далее. Понятно, что клубника у кого-то растет на огороде. Кто-то покупает в магазине, и там она неизвестно, да, откуда привезена. У кого-то, может быть, возникают какие-то реакции. Стоит ли вот экспериментировать с нынешними продуктами, которые, может быть, не такие, как у наших бабушек были? Вот как с этим быть? Да, я бы, конечно, не рекомендовала использовать такие продукты, потому что их даже натуральными уже, конечно, сложно назвать, потому что все выращивается на определенных удобрениях с химическим составом. Поэтому то, что мы наносим на лицо, может оказать нам такую медвежью услугу. И вместо сока клубники, да, мы получим порцию нитратов на лице, и это вызовет у нас аллергию. В том году вот была девушка, которая как раз вот купила клубничку, нанесла ее на лице и покрылась вся такой достаточно симпатичной красной корочкой. Потом это лечили около трех месяцев. То есть вот оказалась такая реакция, да, на содержимое клубники, которое непонятно из чего сидит. Но если наносить, то наносить бабушкиным, которое где-нибудь в деревне на личном огороде растет. Да, но опять же умеренно, то есть все-таки лучше прибегать к качественным средствам. Лучше есть. Да, дабы косметология у нас сейчас все-таки шагает только вперед и позволяет в разное время года подобрать те или иные средства. Ну, кстати, вот о разном времени года. Кто-то знает, что есть сезонные процедуры, которые делаются либо там зимой, либо осенью. Вот летом, да, слышал недавно, что кто-то собирается на пилинг. Допустим, из моих подруг знакомых я удивилась, говорю, а пилинг – летняя процедура ли? Вот что вы мне ответите на этот вопрос? Ну, так как косметология у нас все-таки, как повторюсь, шагает вперед, да, сейчас вопросы о сезонности пилингов, она уже размыта, ее как таковой нету. Безусловно, существуют пилинги, которые мы используем только в зимнее время года, чтобы солнечная активность, она была минимальная. Это более такие сложные процедуры, которые летом мы уже не берем. Но для лета очень много пилингов, которые мы можем использовать. Это и для лечения проблемной кожи, для лечения акне разной степени, потому что иногда бывает такое состояние кожи, когда мы просто не можем ждать до зимы. Например, у девушки свадьбы или уже состояние кожи настолько запущенное, чтобы оно не переходило в новую стадию, нам необходимо сейчас принимать какие-то меры. Поэтому мы начинаем лечение кожи летом и постепенно восстанавливаем до зимы, например, до зимних более сильных пилингов. Также существуют пилинги, которые несут в себе омолаживающие действия, и мы их летом также можем использовать. Так как летние пилинги у нас работают только на поверхностном роговом слое, то мы не боимся пигментации. И также не забываем, конечно, всем клиентам, я рекомендую, мы обязательно составляем постпилинговые наборы, чтобы это было качественное увлажнение, и в первую очередь, повторюсь, это СПФ-защита. После всех процедур, которые мы наносим летом в кабинете красоты, будь то пилинги или какие-то чистки, или другие процедуры, обязательно наносим СПФ-защиту, и поэтому клиент, выходя на улицу даже в жаркое время года, он спокоен за свое лицо, что оно под защитой. Лицо лицом. А шеи и зоны декольте к косметологии ведь тоже относятся? Да, конечно. Здесь все то же самое. Увлажнение, защита. То есть это основные параметры для сохранения красоты. А вот все-таки пара умывания. Сейчас очень многие умываются маслянистыми какими-то средствами, снимают косметику, и кожа в жару на нее как-то достаточно, может быть, у кого-то неадекватно реагирует. Чем же умываться стоит? Нужно ли использовать какие-то абразивные средства, типа губок, каких-то, может быть, еще? Не вредит ли это коже именно загар, когда на ней что-то такое морская вода? Да. Тема умывания, она такая, очень актуальна, и возникает и у подростков 14-летних, и у достаточно возрастных дам, которые вот всю жизнь привыкли к каким-то определенным способам умываться. Вот так обычно вот намылиться, и многие, я смотрю, так... Мы не забываем, что, конечно, лицо – это такая важная часть нашего тела, все-таки нас видят, мы всегда на виду, и к коже мы должны стараться всегда оберегать и к ней относиться нежно. Что касается губок, щеточек и так далее, я бы, конечно, их категорически не рекомендовала. Запретить к продаже и не выдавать. Потому что вот те же, например, губки спонжа, которые мы использовали, умылись. То есть по правилам их нужно продезинфицировать. Либо, если они многоразовы, продезинфицировать, высушить и хранить в стерильном месте. Но наши дамы же, естественно, это не будут соблюдать. То есть они высохли где-то там на стиральной машинке. В ванной обычно, да. Да, упали пару раз, и мы ими вечером же умылись. То есть, соответственно, скапливается большое количество грязи, бактерий. А если еще и не один член семьи ими умылся, то, конечно, это вот рассадник бактерий. Какие-то щеточки, они тоже могут вызвать повреждения на коже. Поэтому я бы их все-таки не рекомендовала наносить. Абразивными средствами это имеется в виду пилинги и, например, какие-то гелевые структуры с элементами пилинга. Их, конечно, на каждый день на умывание наносить не стоит, чтобы не истончать кожу. Но умываться нужно обязательно правильно. Вы сказали про масляные основы. То есть, скорее всего, масляное или молочко для макияжа мы используем именно, когда удаляем декоративный макияж. Но после этого у нас обязательно должна идти фаза умывания. То есть умывание с водой. Это очень важно. Так как гелем проникает глубоко в поры и уже вымывает оттуда и остатки декоративной косметики, очищает поры. То есть у нас умывание с водой и с каким-то мягким средством гель или пенка обязательно должно присутствовать. Татьяна, у нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Галина Петровна. Пожалуйста, ваш вопрос. Вот, я хотела узнать, да, вот я хотела узнать, вот как раз вы говорили о возрастных женщинах. Вот я из таких, меня интересуют пигментные пятна. Как с ними бороться? Особенно если белое лицо, особенно со всю филиономию не намажешь отбеливающим кремом, если оно и так белое. А вот пигментные пятна как-то надо выводить. Не выводят ли у вас эти пятна? Хорошо, спасибо за вопрос. Да, это вот... Спасибо за вопрос, это очень актуально. Да, я очень люблю дампу, у которых есть пигментные пятна, потому что я знаю, как с этим работать, и потрясающие результаты. Здесь есть два варианта. Либо это качественный профессиональный уход дома, который я назначаю, и его необходимо соблюдать ежедневно, каждый день, в течение трех месяцев происходит у нас лечение кожи. Это как-то локально, да, вот или... Смотря какое состояние кожи, потому что бывает пигмента много, и оно по всему лицу. Бывает пару пигментных пятен, которые небольшие. Здесь мы уже смотрим на индивидуальные консультации. Что касается профессионального ухода, это, конечно, пилинги. То есть, если пигментация достаточно уже такая большая, вросшая, так скажем, вот, то это зимние пилинги, нам с этим помогут справиться очень хорошо. Если пигментных пятен немного, и сам пигмент не такой сильный, так скажем, то мы можем это даже уже исправить в летний период теми пилингами, которыми допустимо в летнее время. Ну и, естественно, у кого проблемы с пигментацией есть, про СПФ мы не забываем, каждый день выходя на улицу наносим СПФ. Так что, если вдруг какие-то есть вопросы, можно, я думаю, найти Татьяну, позвонить, записаться на консультацию, дерзайте. Быть красивой в любом возрасте нужно и важно. И вот еще такой вопрос у меня тоже, что касается каких-то домашних средств. Умывание льдом, замороженными всяческими травками и так далее. Слышала, что нужно делать это очень быстро, не разводить, как говорится, холод по лицу. Как правильно умыться? Хочется какой-то травки, хочется чего-то такого освежающего с утра, особенно когда встаешь и понимаешь, что за окном-то плюс уже 35. Как вот с этим бороться? Как-то освежать себя? Может быть, я сейчас обобщу вопрос. Это и лед, это и термальные воды и так далее. Термальная вода, лед, вот как с этим в течение дня? Да, термальную водичку или специальные такие тоники, их можно носить с собой, наносить непосредственно на лицо. Несколько раз в день это, конечно, позволительно и кожа будет более свежей. Что касается льда, то такая процедура тоже, она имеет место быть. Самое главное, не усердствовать. То есть один раз провести кубиком льда по лицу, и этого будет достаточно. И для профилактики, потому что мы, когда работаем с куперозом, тоже некоторым клиентам, которые хотят что-то применять дома, для укрепления, для тренировки стенков сосудов, мы можем это использовать. Просто некоторые клиенты хотят быстрого, максимального результата. Лицо в лед. Да, то есть два кубика льда взяли, пока оно на лице не растаяло, так они вот и продолжают. Да, то, конечно, это нельзя допускать. То есть достаточно одного кубика, один раз простимулировать лицо, провести кубиком, и этого достаточно. И такую процедуру можно делать либо один раз утром, либо через день. То есть, в принципе, рекомендовано. Можно, да. Понятно. Ну и, соответственно, освежение термальной водой, не смывая макияж, просто в течение дня в офисе и так далее. А кондиционер как-то на кожу влияет? Конечно, кондиционер влияет, он сушит кожу, поэтому максимальная должна быть защита по увлажнению кожи, когда мы наносим утром дома и вечером. То есть, если у нас кожа хорошо защищена, то она, конечно, от кондиционера уже не будет так страдать. А вода внутрь поможет нам как-то в этом? Безусловно, летом мы соблюдаем питьевой режим, 2-3 литра воды в день, чистой воды. Это не считаем, там, чай, кофе. То есть, мы пить должны обязательно, чтобы восстанавливать уровень влажности кожи. Ну, как-то так, мне кажется, сегодня мы достаточно хорошо и плотно поговорили. Мне кажется, ответили на многие вопросы, потому что я сегодня тут символизирую, олицетворяю всех девушек, которые, может быть, какие-то вопросы хотели Татьяне задать. Знаю, что у нас есть такая удивительная акция, которую Татьяна подготовила для всех наших зрительниц. А если что-то, возникли какие-то вопросы, можно отыскать в интернете, можно найти номер телефона, позвонить и получить консультацию и какой-то мини-презент. Есть сертификат на 500 рублей каждой телезрительнице, которая в течение этой недели позвонит или напишет. Друзья, девушки, дерзайте. Мне кажется, это очень удивительно и приятно, тем более, что если есть какие-то вопросы, может быть, уже какие-то мелкие проблемы или что-то хочется обсудить, это хороший шанс. Звоните, пишите. Я думаю, Татьяна будет рада вам помочь, потому что, я так поняла, эта фраза, что я люблю женщин с пигментными пятнами и готова им помочь. Это очень здорово. Спасибо вам большое за беседу. А у нас впереди специалист, стилист-парикмахер, который расскажет нам о том, как же все-таки ухаживать не только за лицом, мы уже выяснили, но и за волосами. В летний период не переключайтесь, это совсем скоро уже произойдет. А какие у вас документы? Уши, лапы, хвост. Ну вот мои документы. Примерно так и отвечали торговцы арбузами нашей съемочной группе. При виде камеры люди, продававшие полосатый товар на одной из торговых точек на улице Гагарина, бросаются в рассыпную, оставляя сомнительное лакомство без присмотра. Вы сейчас ими торгуете, у вас сопроводительные документы имеются на них? Имеются, имеются. Покажите, пожалуйста. А этот продавец заявил, что все документы на товар имеются, только за ними нужно сходить в машину, после чего скрывается в неизвестном направлении. Сейчас вам принесу. Он предприниматель, почему его? Следующая точка на той же улице и снова нарушители. Здесь товарищи из ближнего зарубежья и сами удивляются, откуда у них на витрине вдруг появились арбузы и дыни. Не иначе ветром надуло. Завоз откуда? Чьи арбузы? Не знаю, наверное, астраханские. Уже сезон? Я не знаю. А документики есть на них сопроводительные какие-то? Я не знаю. Я так же, как вы, к ним не проходил. А кто здесь? У вас это нужно спрашивать? Нет, нет. Ну а кто торгует? А кто торгует? Который торгует сейчас, продавец. Хозяин торта уже, да, старший. Неуловимый хозяин сейчас подойдет и к этой торговой точке. Все документы, естественно, у него. То есть у вас они есть, но вы их показать не можете? Ну я на хозяина работаю. Ну понятно, но ваши документы должны быть на вашей торговой точке, сопроводительные о вашем товаре. Ну я на хозяина работаю, меня тоже, поймите. Я на хозяина работаю. Вы можете по закону, вы обязаны показывать документы? Ну показать, я только хозяину. Вот хозяин привезет, у него спрашивайте. После очередного нашего вопроса о документах все продавцы, как по команде, уходят в подполье. Кто арбузы продает? Покупать товар у нерадивых продавцов самарцам не рекомендует Роспотребнадзор. Прежде чем порадовать себя арбузом или дыней, нужно обратить внимание на все гарантии качества и безопасности. На объекте торговли должна быть вывеска с названием юридического лица или индивидуального предпринимателя, который осуществляет торговлю на данном месте. Его юридический адрес, режим работы. На товар должен быть оформлен ценник. Запрещается по санитарным правилам торговать бахчевыми культурами с земли и в разрез частями. На стройные ряды арбузов и дынь, которые появились на прилавках в начале июля, жители смотрят с недоверием. Говорят, покупать любимое кушанье начнут только в августе. Уличных торговцев стараются обходить стороной. Откуда они привезены, откуда мы чего знаем. И потом вон... Как их выращивали. Как их выращивали, где... На каких, как говорится, удобрениях. Они навредят здоровью просто-напросто. И там же как бы отравиться, наверное, можно будет. Может, они какие-нибудь с химикатами. Опасные же такие есть. С 15 июля по 30 сентября, в период естественного созревания бахчевых, в Самаре появится более полутора сотен санкционированных торговых точек. Чтобы продавать сладкую ягоду, торговцам необходимо будет заключить договор с муниципальным предприятием ярмарки Самары. И, конечно, обзавестись сопроводительными документами. Любимые лакомства поступят на рынок из Средней Азии, Астраханская, Волгоградской, Саратовской областей, а также с огородов дачников. С недобросовестными продавцами бороться обещают жестко. Незаконные торговые точки будут вывозить вместе с продукцией. Ну что ж, мы сегодня говорим о летних процедурах. И давайте, девушки, дерзайте. Сейчас для вас очень хороший будет подарок. Заявлено замечательная такая вот, мне кажется, очень удивительная процедура. Это окраска, коррекция бровей от студии Красоты Стрикоза. Внимание на экран. Мы уже сегодня говорили о масках из клубники. Загадали мы один фильм. Если вы сейчас угадаете, что это за фильм, звоните. 202-11-22. Будем рады вашим звонкам. Про лицо мы уже поговорили. Давайте сейчас будем говорить про волосы. В нашей студии стилист-парикмахер Ольга Демина. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже хорошо проговорили очень про то, что все мы летом загораем. Кожу мы свою любим. Но к замечательному загару, как правило, у нас прилагаются высушенные волосы. Вот, об этом и мой вопрос. Это же действительно ужасно. Многие как-то об этом не думают. Да, многие загорают. И получается, что то, что волосы мы оставляем в покое. Ни в коем случае сейчас нельзя не сушить их на улице, как многие вылетают с утра. Побежала на работу, высохну под дороги. Правда ли я так делаю? А почему нельзя? Нельзя. Вот я вымыла голову, думаю, на улице жарко, высохну. А, потому что та влага, которая сейчас у нас осталась в волосах, она испаряется еще с большей скоростью, да, на солнышке. И мы получаем абсолютно обратный эффект. С ума сойти. То есть это даже хуже, чем просто их феном сушить? Да. То есть феном быстро высушил и все, а тут? Феном на средней температуре это будет гораздо меньше вреда, чем то, что мы побежали на работу по утреннему солнцу, по активности. И получили замечательный эффект. Не берите с меня пример. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Тамара. Тамара, очень приятно. Тамара, вы летом как-то своей внешности, волосам, коже, лицу уделяете больше внимания, чем обычно? Ну, стараюсь больше уделять, да. Ну, вы загораете? Больше стараюсь растительной косметики использовать, все, что согласен. Ну, вот аккуратнее, пожалуйста, наш косметолог предупреждал. А используете ли вы средства защиты при загаре? Обязательно. Ну, вы молодец. Тамара, отвечайте на наш вопрос, что же за фильм мы загадали? Ну, это Москва слезам не верит. Конечно, знаменитый кадр, что ввели в краску замечательную, Людмилу. Ну, спасибо вам большое. Отправляйтесь на коррекцию и окрашивание бровей в салон красоты «Стрекоза». Ольга, ну вот выяснили, что уже неправильно выходить с мокрыми волосами. Многие после «Волги» также высушили волосы и, в общем-то, могут их и даже не вымыть, что-то так вот высушить и пошли. Вот тут какая опасность? Ну, на самом деле, тут такая опасность у нас идет. В принципе, тот же самый вопрос, да? Мы пострадали, даже если ты находишься на «Волге» и нет под рукой специального средства по типу одежды для волос, каких-то СПФ. Их сейчас выпускается очень большое количество, защиты много. Можно взять тот же самый СПФ-крем, который мы использовали для тела, и ручками влажными в креме пройтись по волосам. Это спасет до дома и не только, и до вечера. Можно сделать какой-нибудь пучок, да, наверное? Да, вполне можно сделать пучок. Конечно, замечательно было бы, если бы мы все не забывали на лето о головных уборах. Панамки. Это вообще замечательно. Но, к сожалению, мало кто носит. Вот. И увлажнение, увлажнение, увлажнение. Вопрос у меня такой. Вот смотрите, многие сейчас, наоборот, стараются не надевать головных уборов. Я хочу выгореть, чтобы мои волосы приобрели вот этот вот эффект выгорания. Кто-то так говорит, это я не один раз слышала. Особенно блондинки любят выгорать на солнце. Тут какая ремарка от специалиста? СПФ защиты для волос. Так, а как ей пользоваться правильно? Что это с собой представляет и как это выглядит? Как правило, фирма у нас выпускает спреи, которые несут хорошую СПФ защиту. Используем мы их утром перед выходом. Можно после бальзама использовать, когда моем голову. Но выгорают волосы так же получается? Но не страдают они так? Страдать до такой степени не будет. Не забываем, что все-таки в течение дня такие средства требуют обновления. То есть такое средство мы будем использовать в течение дня 2-3 раза. То есть побрызгал хорошо, волосам приятно. Да. Не только на лицо, но и на волосы в том числе. Обязательно. Ну а вот рекомендуют листья листы окрашивать волосы, какие-то кардинальные цвета? Что такое именно в солнечный яркий период летний? В летний яркий период, к сожалению, побывав на солнышке, у нас замечательная шатенка может за пару недель превратиться в рыжую. Так. Да, блондинка может высушиться еще больше. То есть в принципе не экспериментировать лучше? Прямо экспериментировать в темные цвета не рекомендовала бы. Да, светлый оттенок особо не поменяют, а вот с темными цветами можно, конечно, очень хорошо попасть, скажем, по-русски. Так. То есть в принципе лучше до осени потерпеть? Ну, с кардинальными переменами, да. Сейчас лучше все-таки какие-то щадящие красители использовать, да. Не бежать окрашиваться раз в две недели, потому что выиграла. Понятно. А вот мне такой еще вопрос интересует. Очень многие девчонки, а также девушки, молодые дети, интенсивно заплетаются косичками на все лето и довольны гуляют. Здесь есть какая-то опасность? В этом при этом они купаются, как-то их там высушивают. Что сказать можно по этому поводу? Ну, это замечательная летняя африканская прическа, но не для нас. Так. В чем вред, в чем опасность? Здесь именно то, что в основном у нас такие косички, они заплетаются очень натуго. Так. И все это будет тянуть, да. То есть, соответственно, мы будем подтяжить волос, все это выпадает, остается там же, в этих косичках. Очень неприятный результат при расплетании, да. Многие говорят, я потерял половину волос. Не потерял, они выпали, но все же, все мертвое мы носим на себе. Прическа замечательная, красивая. Но... Но френчи до месяца. Понятно. Девочки, записывайте, имейте в виду, потому что я очень часто вижу, как барышни заплетаются вот перед поездкой на море, купаются, загорают, а потом понимают, почему у меня что-то там обгорело кожа головы, которая тоже страдает. Ну, опять же, это поездка на море, да, а далее лучше все-таки это снять, а не дохаживать все лето. Многие дохаживают все лето, а потом страдают и бегут записываться к парикмахерам, полечите мне волосы. Но зато мы не останемся без работы. С одной стороны, хорошо. Хорошо. А вот такие полезные, нужные процедуры, как химическая завивка для кого-то или ламинирование волос летом можно делать? Да, конечно. То есть, в принципе, как бы рекомендуется? Химическая завивка, конечно, лучше немножко отсечь, потому что она будет подсушивать волос дополнительно. В любом случае, надо, если все-таки сделали, мы не питательные уходы берем, потому что у нас, я повредила волосы, я буду брать питание. Бедненькие мои, да? Да. Масло, 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 масло. Здесь сейчас очень важно именно увлажнение. Любые увлажняющие уходы, восстанавливающие процедуры, тоже именно поставленные на увлажнение, будут актуальны. А вот морская вода, мы выяснили, что для лица более-менее полезна. Для волос стоит ли как-то вот заботиться именно, не говорим о Волге, а именно о море, морской соленой воде? А тут будет, ну да, ответ, потому что обязательно у нас будет вымывание кератина из волос собственного. Многие говорят, я на влажности, на море такая вся кучерявая, красивая. Почему? Потому что волос опустошен, полностью вскрыт верхний слой, волос легкий, его поднимает. Но опять же, это будет пушиться, это будет очень сухо, и обязательно дополнительный уход нужен. Обязательно после морской воды мы приходим в номер и смываем. Не обязательно шампунем каждый день, желательно, чтобы это была температура воды не более 30 градусов, да, так как все-таки чаще летом мы голову моем. Ну, возможно, с бальзамом, возможно, с каким-то тоником, не обязательно прям шампунем, но смываем. Ну вот смотрите, еще бассейн, да, соответственно, тоже после бассейна обязательно мыть голову, потому что это тоже вредит. А вот я недавно, я еще хочу спросить, недавно увидела, услышала такой рецепт, берется бальзам для волос, я не знаю, очень любой вообще абсолютно, ставится в стакане в микроволновку, нагревается, и наносится на волосы, заматывается полотенцем, и ходить, ходить там, я не знаю, минут 10-15. Это хорошо или плохо? Нагревание... Любое косметическое средство, во-первых, хранится в собственной температуре, да, это уже немножко глупость будет. И любой бальзам или маска, если это косметический уход купленный, сколько на нем написано, чем больше ты его не держи, никакого дополнительного эффекта ты уже не получишь. Можно повторить это еще раз, девочки? Написано 5 минут, значит 5 минут, 1 минуту, значит 1 минуту, через 20 минут лучше не станет. Серьезно? Это стопроцентно, да, то есть держать как можно дольше, закурить в полотенце, спать с бальзамом не поможет. Девочки, записывайте, у нас сегодня разрушители мифов практически есть. Получается, что это все как бы действительно как по рецепту. Лучше не станет, мы это выяснили. Ну а вот все-таки маска или бальзам летом, как вот тут решить для себя? Если увлажнение, то может быть и маской. Как правило, если это профессиональный уход, после такой маски бальзам уже не требуется. Потому что дополнительный уход здесь может быть только спрей для увлажнения в течение дня, для того, чтобы волосы у нас не путались. Можно отдельно пользоваться только бальзамом, если ходим в панамочки. В панамочки, забыли. Да, пользуемся солнцезащитным спреем, и нам этого достаточно. Ну и вопрос такой, после лета стоит ли стричь волосы и там как-то их подровнять? Обязательно. Да, то есть это рекомендовано? Это рекомендовано, потому что в любом случае мы не уследим 100%, все равно будет сечение. Хоть мы замечательно все лето радуемся, наносим. Опять же, мы наносим в большинстве свое масло, да, для кончиков волос. Не запаяет, ничего не спасет. Все равно осенью идем хотя бы пару сантиметров подравниваем, чтобы волос ожил. И сыграл красками, и там уж про окрашивание, про другие процедуры тоже можно задуматься. Спасибо большое вам, Ольга. Друзья, ну очень полезная, нужная сегодня программа у нас получилась. У меня для вас еще есть небольшая информация. Если вы все-таки решили здесь принять участие в нашем фотоконкурсе, призом которого является путевка в круиз от газеты «Вабанк» и телеканала «Самаргиз», давайте скорее, скорее уже нужно этим заниматься. Фотографируйтесь на отдыхе, где бы вы ни были, в любом месте, с друзьями, с собаками, с животными, в воде. Но самое главное, помните, что должна быть газета «Вабанк» на этом снимке. Выкладывайте свои фотографии и ждите результатов. Путевка в круиз вас ждет от газеты «Вабанк» и телеканала «Самаргиз». Все подробности можно узнать на наших сайтах. До встречи!